Добрый вечер, дамы и господа, в эфире передача «Ржавая молодость». На дворе ноябрь, самое время снимать ролик про мотоциклы. Сегодня, значит, под микроскопом нашей передачи оказалась всеми любимая «Иж Планета 5». Почему 5? Потому что в рот ее ебать. Иди сюда, дай посмотрю, нихуя не помню. Иди куда-нибудь, и где-нибудь я буду ждать. В прошлый раз батьки этих чопиков поносовали за то, что на кусты наехал. Теперь веточки не ломаем, аккуратненько. Они нам мешают, но мы их не ломаем. Мы теперь вот так вот их отодвигаем, вот так вот с собой, и все, и вот все. Мне туда укопчик уперлась, ну ладно, в поясницу мне эта лапка, эта елочка греет. Высший сорт. Ну, «Иж Планета 5». Грех не знать, тут все элементарно. «Иж Планета 5». Ну, это только хромой. Я вот скажу хромой киргиз, потом все киргизы обидятся. На нем ездили все. Хоть раз доездили. Если не на переднем сиденье, то обязательно на заднем. Если не на заднем, то в люльке. Если не на переднем, ни на заднем, ни в люльке, то где-нибудь в кувете, наехавши на столб. Технические характеристики. Ну, все элементарно, что пересказывать. Ну, перескажу для особо одаренных. Двухтактник, двигатель 350 кубических сантиметров. Выдает, значит, при 4000 оборотах где-то 22-23 лошадиные силы. Данная модель, конечно, уже перетерпела очень много различных тюнингов. Данная модель уже давно перетерпела, значит, различные колхозные тюнинги и различные порнографические нововведения. Краска уже не заводская, уже перекрашена. Это какой-то вишневый металлик или какой? Я плохо вижу это. Подскажите в комментариях, какого цвета этот металлик. Виталик, какого цвета этот металлик? Конкретно пятая, значит, серия планеты выпускалась с 1987 года. Приборка тоже уже, к сожалению, не заводская. Все остальное, ну... Переключатели тоже уже не заводские, не советские. Это, по всей видимости, китаёза. Китаёза проникла во все сферы нашей жизни уже вот здесь вот. Карбюратор К-65, на ранних этапах ставился К-62. Здесь широкий, значит, уже модеринизированный этот, модеринизированный цилиндр. Алюминиевые ребра на цилиндре уже намного шире, чем шли на версиях предыдущих. Вот, значит, соответственно, он уже не так грелся. Хотя в данном случае уже довольно прохладно, я бы об него лучше погрелся. С пятой серии трубу сделали одну, для того, чтобы немножко подавить шума. Крыло, значит, перекрашено в черный цвет, так быть не должно. Крыло должно быть либо хромированное, либо красное. В данном случае оно обтянуто какой-то пленкой, обтянута оно по всей видимости. Это даже не краска. Да, вот здесь вот, короче, протянули пленкой. Красные всегда не хромированные. Да здрасте. Когда они красные? Что ты мне рассказываешь? Пятерка? На пятерках красные тоже делали, да, заводские красные. Были хромированные, есть были красные. Красные типа позже стали делать. Конкретно этот, да ёб твою самолёт. Значит, данный экземпляр оснащён уже литьём. На мой взгляд, конечно, это нововведение было, ну, чисто эстетически не совсем правильно. Я считаю, что когда вот прям породистый ежак, он должен быть на спицах. На хромированных спицах, с хромированными крылами, вот, и обдристанным задним сиденьем. Сейчас мы его заведём и прокатимся. Ой, чё, твоё мать! Ой, пнул собака, зажигание раннее. Может, позднее? У тебя позднее. Чуть колено в обратную сторону. Ой, не выгнул. А где сапог? Вот Иш, вот собака. Давай, давай, крути. Система безопасного запуска Иш Планеты 5. Молодёжь, записываем. Оп! Ядрить твою мать! Аж штанину порвал, пока заводили. Да жена дом зашьёт. Жена меня за это дома пришьёт. Как мы с такой дыркой-то снимать будем дальше? Ну, не знаю, зайди в кадр, посмотри там, как видно, как не видно. Так видно? Видно. Кирпич ещё этот нахер в жопу. А так? Видно. Да как я вот... О! Ну, я ж не буду так вот тоже сниматься. Чё народ подумает? Иди твою мать! Вот сукаишь! Мало того, что сам ломается, ещё и людей калечит, а? Да! Сраку не будем тогда снимать. О! А так и не видно. Серьёзно? Ты прям как капитан. На палубе? Ну? Вы же сорт. Кстати, в инстаграме сейчас конкурс, где нужно фотографироваться в позе капитана. Вот тип как ты сейчас. И чё потом? Капитан будет выбирать самые крутые фотки и дарить подарки. А вот с этого момента поподробней? Ну, например, умные часы, музыкальная колонка. Да как хрен это ты стоишь, давай фотографируйся, сейчас все подарки за тебя профукаем. Молодёжь, фотографируемся с хэштегом «Живи как капитан» и участвуем в конкурсе. По-любому кому-нибудь приз перепадёт. Самая главная проблема ежа – это кулачки зажигания. Особенно это касалось Юпитера с планеты чуть попроще, потому что горшок один. Короче, фильтр тут воздушный. И вся вот эта херня с поля, когда едешь наём по полю, она собиралась внутри этого фильтра. То есть после одного-двух прохватов по полю, хорошо было бы его прочистить, промыть в солярке и по новой залить. Бак 18 литров, хватало, чтобы съездить в соседнюю деревню обратно и посадить ещё пару-тройку девок. Начиновал. В 90-е годы, значит, эти мотоциклы активно тюнинговались. Так называемым колхозным тюнингом. Чё только сюда не приделывали. Доходил до того, что некоторые умельцы даже детские горшки, значит, вот этот ободок с детского горшка надевали на фару в качестве ветрового стекла. Самый часто распространённый вид тюнинга – это втыкали подголовник от мотквича или от какой-нибудь шестёрки. Сиденья обшивали мехом, кожей убитого дермантина, чем только не обшивали. Задирали жопу, гнули глушитель вверх, загибали. Чё, сюда колени втыкали, в колени прикручивали противотуманки. Вот. Но, если честно, даже тогда я считал, что это порнография. А порнография без женщин – это серовая порнография. Вообще, в принципе, основные проблемы ежа – это то, что зажигание голову трахало. А также постоянные проблемы с аккумулятором, то, что на него никогда не было зарядки как таковой. Заправляли обычной массой 6-м, а 80-м бензином, мешали с аутолом, дизельным маслом. Отдельные индивиды с отработкой мешали, за что получали пиздец от отца. Вот. А так… О, мать, здорово! Ты как на этом говне сюда добрался? Сам ты говно! Давай, не мешай, я… Туристы херовые! Мотоцикл лишь это как старый добрый кореш распиздя из шараги. С ним прошли и огонь, и воду, и медные, и алюминиевые трубы, а также дюралюмин, латунь и прочий цветной металл. Проехали с ним села, деревни, дороги, поля, ухабы, овраги, дискотеки, девок, герпес, районный отдел милиции, штрафстоянку, оглобли по спине счет отца. Да, но тем не менее… Бать, хорош рассказывать историю своей жизни. Может быть, давай устроим заезд и проверим, какой мотоцикл лучше? А у тебя какой мотоцикл? Эндуро. Так вот, знай, даже без заездов, Иш Планета – это эндуро нашей молодости, понял? Все вот в 90-х, в нулевых, на планетах гоняли, как вот вы сейчас на своих китаезах, по оврагам, по ухабам и проезжали. А ты знаешь, что в Советском Союзе были другие мотоциклы для мотокросса? Знаю. Например, Чизет, Иш Планета Спорт. Лучше тебя знаешь, что был Чизет, и уже свой был какой-то там эндуро, не помню уж модели. Но Чизеты были только у избранных, ездили на них далеко не все. А Иш Планета у каждого второго была, понятно? Но тем не менее, Иш Планета справлялась со всеми ухабами и оврагами не хуже твоего вот этого эндуро. Ну раз ты так в нем уверен, так давай устроим заезд. А давай. Субтитры сделал DimaTorzok Высший сорт. Молодец, эндурист. Вот какая у тебя кубатура? А, сука, 350. 350. А лошадей? 22. 22. Вот видишь? А у меня 250 кубиков и лошадей под 30. А весит сколько твой езд? Ну под 200 весит. Под 200. А у меня сотка с небольшим, поэтому твой ежак к китайцу вообще не конкурент. А все, кто молятся на это барахло, совкодрочеры. Эта техника уже лет 30, как устарела. Где такое слово нахватал, совкодрочеры? Ну это те, кто уповает на все вот это советское барахло, превозносят Советский Союз. Запомните, комментаторы. Когда советский человек вспоминает советское время, он не вспоминает эти рожи или политический строй. Он вспоминает свою молодость. Первый мотоцикл, на котором он прокатился. Первый автомобиль, на котором он ездил или ездили его родители, бабушки и дедушки. Первую поездку в соседнюю деревню к девкам, первый поцелуй и первый секс на сенавале. Первый кассетный магнитофон с пинфлойдом. Поэтому иж для нас это не просто мотоцикл. Это как старый друг, который в каком бы состоянии ни был, раздолбанный, на рогах, в хлам, в поле, с помощью нехитрых уговоров и пинка под зад, каждый раз возвращался с тобой домой. С вами была передача «Ржавая молодость». До новых встреч! Батя, ты меня режешь без ножа. Пиши в комментариях, какая техника была у тебя, на чем сейчас гоняешь. Ну и жми лайк, подписывайся на канал, если не подписан, жми там колокольчик, чтобы не пропускать ролики. А, я же еще должен вам обзор на Харли Дэвидсон этот. Вот только найдем, снег растает и сделаем, не переживайте. Ишь, планета 5, идеальный баланс. Стоит на двух колесах без подножки. Подножки нету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!